Ну что ж, новый сезон, сезон 2012. Мы продолжаем строиться, мы продолжаем возводить объекты, мы продолжаем менять стекла. Это нормальное явление. В городе Магнитогорске стекольных контор пруд-пруди. На каждом углу вам ставят стекла. И это очень хороший бизнес типа шабашки. То есть студенты могут этим заниматься, абитуриенты, работник комбината. Ну что там сложного-то? Выломал старое, воткнул новое пеной, запаковал, получил денежки и до свидания. В прямом смысле до свидания. То есть люди просто испаряются. А затем вы уже начинаете плюхаться и думать, что плохо греют батареи. Да нет, батареи, может быть, и плохо греют, но еще и стекла нифига ничего не держат. Поэтому прежде чем поставить себе оконные конструкции, задумайтесь. Потому что в данном случае встречают-то по одежке. То есть чем солиднее фирма, тем в железобетоне будет гарантия. И вот сегодня мы представляем вам оконную фирму-фаворит. Есть вещи, которые вы должны понимать. А именно, оконщиков встречают по одежке. Ибо чем правильнее выполнен офис, тем фирма надежнее. И она грамотно стоит на ногах. А в вопросе пластиковых окон, дверей и подъемных ворот это еще более очевидно. Так как вы данные вещи ставите не на год-два. Я вам сейчас объясню, что вас должно насторожить. Во-первых, тот самый офис. Если это снятое где-то помещение, если это однушка, в которой несколько фирм ютятся, если это маленькие объявления в газетенках, то опасайтесь низкого качества и стопроцентного швырева. Я вам открыл главную тайну. Фаворит работает по-крупному и заказывает телевидение. Ну и, естественно, такого проныру, как я. И вот наш разговор про честность мы начнем с небольшого ликбеза. То есть, на чем люди деньги зарабатывают? Естественно, люди деньги зарабатывают, отдельные товарищи, путем, ну, обмана вас. Камера этого не покажет, но существуют профиля не категории А. Их здесь нету. Фаворит продает профиля только категории А. То есть, стенки минимум 3-3,5 мм. То есть, люди просто берут самый дешевый профиль, делают вам трехкамерный стеклопакет и затем вы уже замерзаете. Сейчас открою небольшую тайну вам, я. По существующим снипам для условий Мурнитогорска необходимо ставить все-таки не трехкамерный, а пятикамерный стеклопакет. То есть, вот он здесь представлен. То есть, мы считаем камеры, воздушные камеры. Раз, два, три, четыре, пять. И толщина профиля должна быть минимум 70. То есть, если вам кто-то говорит, что поставьте подешевле, вы подумайте, надо ли вам это делать. Теперь предмет особой гордости. Я вот это в первый раз увидел, реально в первый раз увидел. То есть, ну, как все делается, как все делалось. То есть, вот когда вы ставили свои стеклопакеты, щели раньше замазывались либо герметиком, либо жидким пластиком. Герметик успешно выдирается любым животным, моими котами, например. И начинается просос воздуха вот здесь. То есть, понятно, да, что стекло теряет тепло в определенных количествах. Но сифоники начинают вот эти места. То есть, запатентованная фаворитами есть технология. Здесь устанавливается сразу же вот такие специализированные резиновые прокладки. И даже если рама гулять начинает потом со временем, ну, все, рано или поздно начинает двигаться, то здесь, как вы видите, прососов воздуха не будет. В общем-то, сколько работаю на телевидении, столько окна и показываю. Кроме того, специальность моя вузовская по профилю. Так что технических терминов я вам могу насыпать массу, что и сделаю в дальнейшем. Но раз мы завязались за качество, то вот типичный пример, как качественно надо ставить окна. Конечно, фирм в городе много. И стекольный бизнес – это очень выгодный бизнес. Потому что город Магнитогор строился, извините, вот таким образом. То есть, железобетонные конструкции и деревянные рамы. То есть, можно продолжать наруто бы опошивать. Но перед тем, как вы себе закажете стекла где угодно, хотя лучше это сделать в фаворите, необходимо сюда приехать. Либо в любое из подразделений. Ну, здесь вот поинтереснее. Здесь вам покажут, как будет смонтировано ваше стекло. В идеальном варианте. То есть, уплотнено пеной. Потом закрыто, у меня вот не закрыто, я уже тут немножко матерился. Паравлагоизоляционные ленты. Вот здесь уже не будет прососа воздуха. И, естественно, теперь уже вы знаете, какой вам необходимо поставить профиль. То есть, пятикамерный и тройной стеклопакет. И тогда ваши окошки прослужат очень долго. То есть, срок эксплуатации таких окон, это 50 лет, хватит и вам, и вашим детям, еще и внукам достанется. Эта съемка мне испортила настроение. Так как в очередной раз пришлось убедиться, что на грабли наступать я не разучился. Даю вам возможность не совершать моих ошибок. А обращаться к тем, кто гарантирует качество, ибо с экономией 2000 на окнах подешевле, а больше-то и не получится. Потеряйте больше. Это не квартплата, в которой странным образом не учитывается холодина в квартире, а потеряйте здоровье или даже жизнь. Мы, конечно, могли бы поехать по всему городу, но смысла делать этого нет, потому что везде, где есть фирменный лейбл «Фаворит» и стилизованная буква «Ф», везде высочайшее качество, ваш индивидуальный подход и отсутствие того самого фактора, который я бы мог произнести. Да и произнесу, наверное, на... Нет. Это обман. Здесь обмана нет. То есть платите деньги, получаете высококачественную продукцию.